Третья книга Моисея, Левитт, глава 19. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. «Я Господь Бог ваш». Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не без чести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу с киней собрания жертву повинности, овнав жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении, да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь.